В буквальном смысле святая святых Пермской художественной галереи, фонда хранения. Сюда имеют доступ только специалисты, но вскоре об их работе и об экспонатах подробно расскажут горожанам. Здесь хранится одна из главных пермских коллекций – деревянные скульптуры. Всего 450 старинных изваяний, которые в свое время украшали церкви Прикамья. И не только православные. Хранители рассказывают, в собрании есть и католические распятия. Например, эта фигура Христа до революции находилась в Пермском костёле. Многие из этих композиций горожанам ещё не показывали, но вскоре часть коллекции увидит свет. 17 декабря в галерее откроют выставку неизвестной деревянной скульптуры. Готовить её будут молодые пермские художники и дизайнеры. У них уже есть предварительный замысел, то есть главным инструментом в этом новом взгляде будет свет, необычное освещение, световые решения. Будущая выставка деревянной скульптуры – одно из событий нового проекта галереи под названием «Море возможностей». Предполагается целая серия событий. Например, встречи горожан с хранителями и реставраторами. Они познакомят зрителей с ценными раритетами, которые нуждаются в восстановлении. К примеру, та же деревянная скульптура требует постоянного внимания специалистов. Очистки от пыли и копоти, устранения дефектов. Коллекция большая и не всегда удается обойтись собственными силами. Если это вещи, мы реставрацию заказываем где-то в каких-то мастерских, например, в Ярославле, вот мы сейчас часто пользуемся своими услугами, то, конечно, это дорогостоящее. Это все зависит, конечно, от объема работы, но 300, 400, 500 и выше. Тысяч, да, тысяч рублей. Такие расценки, но это самые-самые простые работы. То есть, вокруг галереи сейчас есть атмосфера такого всеобщего сочувствия. Но это пассивное отношение, которое мы хотели бы конвертировать, значит, в готовность активного участия в ее жизни. 10 декабря хранители галереи проведут презентацию работ Элия Белютина, одного из самых спорных художников времен Хрущевской оттепели. Выставку организуют на Сибирской, 12. Там же пройдет и благотворительная акция, сбор средств от которой будет направлен в помощь галереи. Юлия Зыкова, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей.